Всем привет! В этом видео поговорим о том, что МИД России признала Эстонию государством не представляющим интересов. Российский МИД принял решение о том, что сотрудничество с Эстонией потеряло практический смысл и понизило до минимума уровень дипломатических отношений с этим государством. Теперь в Москве и Таллине не будет послов. Различная информация по линии МИДа будет передаваться эстонской стране через временных поверенных. Снижение интереса к выстраиванию дипломатических отношений с Эстонией прежде всего обусловлено существенным сокращением экономических связей между двумя странами. Эстония провозгласила курс по отказу от получения российских энергоресурсов. Из-за санкций ЕС Эстония лишилась транзитных доходов от перевозки товаров между Россией и Европой всеми видами транспорта. С конца лета Эстония также лишила себя доходов от российских туристов. В этих условиях прибалтийская страна попросту потеряла экономический интерес для России. Теперь российский МИД может направить освободившихся дипломатов из Прибалтики в более интересное для нашей страны государство, в том числе страны Африки. Эстонский фасол в Москве Маргус Лайдре также займется поиском новой работы, поскольку МИД России вручил ему письменное требование покинуть территорию РФ не позднее 7 февраля. В ответ эстонский МИД предупредил российского посла о необходимости покинуть Таллин. Позицию эстонских властей в дипломатическом конфликте поддержали латыши. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Реневичс сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в целях солидарности с соседней Эстонии. Стоит отметить, что МИД России до этого неоднократно предупреждала эстонские власти воздержаться от проведения русофобской политики и прекратить культивирование враждебности по отношению ко всему русскому. Однако предупреждения ни к чему не привели. Эстония, напротив, стала первопроходцем среди стран ЕС в вопросах принятия различных санкционных ограничений против России. Эстония, напомню, первой ввела запрет на посещение страны российскими туристами, Эстония также первой предложила конфисковывать российские активы. Не удивлюсь, что вскоре российский МИД может принять аналогичные меры в отношении других стран Прибалтики, а также некоторых стран Восточной Европы.